Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Глуки, 15 глава, с 8 по 11 стих. Или какая женщина, имеющая 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А нашедший созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном гречнике кающемся. Еще сказал, это другая притча уже идет, все понятно, были деньги и нет денег, взяла денег, деньги есть. Но ведь если мы будем слушать Слово Божие, то картина по-другому будет видеться. Евангелие от Иоанна 5,39 говорит, исследуйте Писания, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Большой буквы. Спрашивают, кратко содержание Библии в чем? Если все Писания свидетельствуют о нем, значит, Иисус Христос. Больше ничего не о это говорит. Вся Библия написана святыми Божьими человеками, движимыми Духом Святым, говорит апостол Петр. Не просто сказал, а движимое. Главное, Писание Я, не Писание Я, а Я. Когда говорил это Христос, ученики слышали. Повторяю еще раз. Исследуйте Писание Я. Сегодня многие священники прямо в интернете говорят, Ветхий Завет – это еврейские басни. Нам главное – Новый. Когда Господь сказал, исследуйте Писание Я, не было Нового Завета. Запомните некоторые цифры. Евангелие от Матфея написано после воскресения Христова через 5 лет, Марка через 7 лет, Луки через 15, а Евангелист Иоанн через 35 лет только написал. Знали они, между собой разговаривали все, а потом нашелся человек, который все собрал, свой езвый Новозаветний. А церковь это примет на апостольских правилах 85 правило, в первом веке, в конце. Потом еще два собора утвердят на эти книги. Книг было много. Евангелий примерно 20. Как профессор Марсенковский говорит, существует как бы легенда такая. Ну а какое правильное? Тогда посудили и решили. Все Евангелия несите у кого какие есть. Мы будем проверять. А как проверять? Богу отдадим. Как Богу? В алтарь занесем? Там престол. Мы положим. При вас. Вы будете глядеть, как мы положили. Печать ставим. Выходим на улицу. Печательство печатаем. Можете караулить, стоять, что никто не проходил. Согласны? Согласны. Когда пришли следующий день. Все валяются на полу. Четыре Евангелия лежат на престоле. Он говорит, если бы даже и не так, то есть данных на это никаких нет, но мысли такие были, их зафиксировали. То само содержание показало бы. Потому что в одном Евангелии было не Марка, а Фомы, Евангелие Басилиска, Евангелие от Евреев. То есть названия, я говорю, какие. Что Христос, он был как одногодок вроде маленький, когда был с Иудой. И лепили из глины голубей. Ну, у Христа они хорошие получались, а у Иуды плохие. И он тогда ногами топтал его эти игрушки-то. А Господь махнул рукой, и они поднялись, и голуби тоже живые сели. Во-первых, чудо первое в Кане Галилейской. Сразу показывало, что не было этого. А как же мы не заметили? Итак, исследуйте Писание. Мы сейчас будем исследовать вот эту простую притчу. Если самую маленькую притчу, есть притчи большие, как пошел, получил там города, каждому дал один город, пять, десять, потом пришел плоды. То есть длина, а есть один стих. Тринадцатая глава, считаем он определенным, Матфея. Как? Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не скисло все. Во-первых, что за кваска? Что это за женщина? Что, кажется, первая мера муки, вторая и третья? И как она вскисла? И почему Царство Небесное подобно? Ну, сейчас любого выйдем на улицу, будем говорить. Да почти наверняка, кто не считал толкования, не расскажет. А это просто, это душа Слова Божия, когда коснулась. И человек обращается тремя ступенями. Отвергни себя, возьми крест, иду за ним. И дальше. Услышал? Это первое в уши. Вера от слышания, от слышания Слова Божия. Согласны? Ну, не согласен, 10-17 открою послание к римлянам. Второе. Вера без дела мертва. Услышал? Второе. Поверил, до сердца допустил. Вера должна быть. И третье. Вера без дела мертва. Услышал? Поверил. Исполнил. Все. Царство Небесное по их руках. Итак, мы говорим о женщине. Кто она такая? Откуда у нее деньги? Как? Пришла вдова и положила там лету. Мы не знаем меры Драхма. Я сколько ни грылся, ничего нельзя узнать. Вот я скажу вам, что сегодня вот столько-то стоит билет до Барнаула. Без потерянки. О чем это говорит? Это говорит на сегодняшний день. 20 августа 2023 года. Тогда, когда еще до перестройки. 2 рубля 30 копеек. Если я скажу всем, 2 рубля 30 копеек. Да на 2.30 ты корочку не купишь никакую. Время-то... А давно ли это было, когда это стоило тысячи? Ну, потом сумели. Тут кризис и дефолт, и все это придуманное. В Израиле этого не было. Сцена стояла. Если поднималось, то все одновременно поднимались. Есть такие народы, у которых денег вообще не было. И они определили так. Большие булыжники, их нельзя руками свернуть. Сколько стоит? Что он стоит? А мы определим. Деньги, тысяча рублей. А есть такой большой, это миллиардер, скала целая. Написали, я не хозяин, их не трогают. А, знак на семене, я это что-то покупаю. Расписались. Вот как. А с сигнацией-то бумажей, это не было денег. Всегда говорится о золоте, талант. А сколько талантов? Понимаете, вот сколько таких вопросов. И все-то надо рыть, все искать. Я там не был. 26 килограмм. А ты посмотри, золото. Это каждый день. В любой банк. За идеей написано, золото. Столько-то стоит серебро, столько-то платина, столько-то. И дальше все перечисляется в ценные какие-то металлы. В каждом банке. И при том купить и продать цена разная. Вот понимаете, сколько надо знать. Сколько у них было? 10 динарий. Что динария можно было купить? Ну, 30 динариям заплатили, понятно. Это раб, у которого оба деревянные башмаки. Попутно я все говорю. Цены менялись. Росли. Вот одновременно со всеми. Цена раба оставалась на одном месте. 650 лет. Почему? Пророчество должно исполниться. Иуда должен получить 30 серебряников. Не 31, не 29. Если бы получил 29, это не Христос. Не Христа он предал. 31 тоже нет. Как только получил деньги, там бросил перед ними. Бросил уже это поздновато. Все. Цена пошла на место, встала. Теперь-то завтра пришли покупать уже 40 стоит этот динарий. Теперь вот смотрите. Я говорю, какие порядки там у них. Вот у ней манисты. Манисты это навешанные какие-то деньги, копейки, рубли. И она ими радуется, очистит их. У ней другого нет ничего. Это наши порядки такие. Вот она с добра разделиться, а он не виноват. Надо в суду доказать, что он виноват, кому дом, кому машина. У мусульман не так. По закону по их. Она неуваживала, что-то там упрекнула. Она поэтому ходит. Он через забор дувал. Глина, солома, высокая стена. Сосед ты дома? Ахмат, я дома. Я со своей Айшой развожусь. Слышал. Он снова кричит. Я развожусь. Все, она в дом не имеет права войти. Три раза услышал сосед. Все. Она выйдет со двора, если ребенка у нее не было грудного. Больше она сюда не зайдет. Поэтому все ее богатство, вся касса здесь. И поэтому она его потеряла. Оно с ней было. С земной крутилась. А почему? Никто не знает магнита, а потом золото на магнит не реагирует. Денег этих бумажек не было. Сегодня бы это очень легко. У меня там бумажка лежит. А я тут иголка потерялась. Где ты найдешь? Люди, которые ищут царство небесное, они очень внимательны к талантам, которые Бог дал. Я маленький был, у меня так, говорит, было тяга к такому-то делу. Ну, повернули, родители сказали, отец юрист, и пусть сын будет. А у него настроение было совершенно другое. В деревне жить. И вот теперь показано, что у нее потерянный, я останусь, поиск. Какими талантами, динариями нас Бог наградил? Какими? Русские люди. В этом же стране у нас есть, которые на севере живут, там, якуты и другие. У них средний возраст 36 лет. А почему? С малых лет трубка и все остальное с поименацией. Это за оленями ходят. 36 лет. Ведь понимаете, как вот заходит человек и говорит, я прямо не знаю, что это такое. А сколько тебе лет? Да мне уже 28. А отец сколько жил? 74. Так, куришь, куришь. Курева снимает 13 лет. Он сразу записал, минус 13. Выпиваешь, да, 24. Так тебе 7 лет осталось только жить. Понимаете как? То есть это можно уже цифрами вывести. Кто ты такой, что эти деньги означают, как ты ими распорядишься. И она начинает тщательно искать. Если бы рубль сегодняшний, да искать бы не стал, время тратить. А она ее ищет. И когда она находит, а надо мести, а мести надо уметь. Не просто пройти так, где попало. Я все на всем останавливаюсь. Вот у Баптиста был их генеральный секретарь. Не только партия, у Баптиста тоже генеральный секретарь. И у них, говорит, мать, у нас осталась одна без отца. У них забота были дети. Куда дать учиться? В школе ты сегодня какой хулиганистый, там неверный такой. Он учиться не хочет. Он в страхе держит весь класс. И ничего ему не сделаешь. И она нашла самое лучшее воспитание у немцев. Она не ветеранья, а у меня разницы нет. И он говорит, я благодарю матери. И кем он стал? А там, говорит, учили нас, как подметать. Подметаешь? Я подмел. Так, какой сорт? Покажи. А он специально бросил там иголку где-то. Если ее не вымел, эту иголку, то что и не имел. Снова начинать мести. То есть способы существуют проверки уметь мести. Женщина-то умела мести. Но она еще не знала, что радость ее будет такая, что она нашла. Значит, это дорого для нее было. Это притча каждому из нас. Я сейчас коснусь каждого и будем исследовать сами себя. Мы прочитаем места Святой Библии, которые покажут, что эта притча касается каждого из нас. Чтобы мы не были потерявшими и не возвращались. Говорится, потерял одну обцу, а 99 оставил, пошел искать. И найдя, она пошла к соседкам. У меня новость-то какая, радость какая. Я нашла потерянную драхунку. А все между собой, видимо, советовались. Как она могла потерять? Такие деньги. Да у нее совсем еще не остается. То есть давайте в ту картину войдем. И мы пойдем. Вот такой-то человек был. Такой был талант. Учитель в школе. Пошел, куда попало теперь. Я жил с учителем одним. Я говорю, как? Иду в школу. Я говорю, а как? Учеников портить. А почему? Да преподаем, что попало. Бога нету, другое. А то наши учителя здесь, которые были. Я с братом Виктором жил вместе. Иду портить. Вот и все ответ. Священника, который идет учиться, человек. Я сидел за уроками в семинарии, когда преподают. Я нашел ответ. Семинарии и академии нужны только для того, чтобы оправдать любое безумие и нарушение канонов. Любое. А они не нужны. А что это каноны означает? Вот тебе да. Шестой Вселенский Собор, второе правило говорит. Изрекли его трубы Духа Святого. А ты хоть раз прочитай каноны. Да сегодня по канонам жить. Людей в храме не будет. Ну не будет, они не нужны. Начинай учить там за двором. А потом кто обратится, примет истинное крещение, тогда запускай по одному судам. Так и мне надо уйти с соглашенными. Вот это тебе давно надо было сделать. Ты когда людей призывал к благовестию? Когда учился потерянное искать? Никогда. А вот я слышал это. А как ты обратился? Он говорит, я в одном городе жил. Лиссосибирск. А там хороший священник. Он через вас обратился. Мы идем с женой. Храм двери открыт. А уже служба кончилась. Я решил зайти. А священникам правило было. Все разойдутся, он возьмет табуретку, сядет и колокода сидит. И кто придет, он с ним побеседует. И теперь встал Юревич Андрей и дети его верующие. Потом он приезжал в лагерь. Я говорю о реальных людях. Уметь надо искать. Он искал все время. Где вы послушаете? Вдруг на любой вопрос он отвечает. Запомните о Таиме. Сегодня это один из самых великих священников, богословов православной церкви. Отец Геннадий Фаст. Любой вопрос можете задавать ему. Итак, у ней был Динарий. Возвращаемся. Мы определим это в таланты. Теперь читаем. Исход 4.19 И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, Пойди и возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. Искали душу твою убить. Искали, а теперь ты с ними встречаешься. Я стою на остановке в Барнауле, и в это время человек подходит. Я его как будто первый раз вижу. Он в Воронин. Генерал-майор. И когда меня грабили, и все мои магнитофоны у них были, они их делили между собой. А он только когда сказал, гляжу, похожий, зам прокурора Алтайского края. Я думаю, он говорит, вы знаете, прокурором, он меня до слез довел, он у меня говорит. Вы, наверное, нас проклинали всю жизнь, что там были в лагере, где отбывали. Я говорю, я только молился, что Бог вас обратил. До слез, говорит, мне эти слова взяли. Они молятся о нас. И вот он здесь на остановке мне все это и выдал. Где? Искать надо. Вы молились? И вот эта странная встреча стоит в гражданском. Он первый ко мне подходит, а дальше двери уже открыты. А как это будет? Не знаю. Надо искать. Да будет воля твоя. Вот меня закинули в тюрьму, закрыли. Я что могу делать? Я могу только молиться. День разбитый на пять частей. Каждая часть у меня полтора часа или час молитвы. Салтырщина за два дня просчитывается, два дня еще. И столько за неделю, три с половиной раза я его просчитываю. И одновременно Новый Завет от корки до корки каждую неделю. А остальное время свидетельство тем людям, которые там находятся. И Господь сразу уже дал сигнал. И начальник тюрьмы, полковник, меня вызывает. И у него не было другого слова, родной мой. Объясни мне, как это так? Дальше умрет по-христиански. Полковник. Царство Небесное Александр Семенович. И он меня неоднократно вызывал. А вот это вот, как это будет? А если такое? Даже тайно позволил позвонить, когда мне нужно будет сапоги. Потому что за вами следят и знают. То есть я ничего не делаю там, не могу, не влияю. Но Господь уже приготовляет сердца. И он вызывает каждый раз. А вызывает, значит, меня обязаны вызвать, с камеры привезти к нему. Если мы будем сегодня перед Богом и говорить, Господи, благодарю за этот талант. Когда скажут, я успеваю что-то подумать, да не один день. А не так, в ответ только брякнуть что-то. Это талант уметь молчать и рассуждать. В себе. Не торопись сказать. А я это не знаю. Не знаешь? Молись, Бог откроет. Итак, мы просчитали исход. Теперь Таразакония 4.29. Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей. Представь, такие важные люди со мной сидят. Нас только троих держали в этой камере. Главная рыбака Алтайского края, Мамонтово, Север Владимир Митропонович. И второй преподаватель второй группы космонавтов по аэродинамике. Азоний Анатолий Максимович. И сколько мы беседовали. Вот не обратился ни один. Но они многое узнали. И где-то нужно, они уже говорили об этом. Вот там его когда думали здесь уже поставить. Не знаю, идти нет, директора может быть. Без него все развалилось. Он говорит, а вот со мной сидел человек. Вот он бы был сейчас, я бы сказал. Игнать Ильич, иди мне опять директора Милета. Он бы сказал, идите. Ну так идите, и он опять пошел. То есть он один здесь уже в Мамонтово. И здесь он еще вспоминает. Но он не обратился. Но семя его тревожило. На развалины пойти. Иди, народ ничего не знает. У вас талант есть. Если бы это на Западе было, это миллионер был. Это ногой кабинеты министров открывал. Дальше. Первое царство. 24-3. Взял Саул три тысячи отборных мужей из сего Израиля. И пошел искать Давида и людей его по горам, где живут все. Искать. Понятно? Кто тебя будет искать-то? Ну где, на каком поле? Жена может знать, у тебя телефон. Тебя тут ищут. Приехали там кто-то, что-то. Да мне некогда. Ну, некогда. Вечером к нам явишься тогда в кабинет. Ведь вот как делает Апсалит. Тебя искать не будут. Ищут за Слово Божие. Давид ищет его. Кто? Это зять его? А это кто? Десять. Три тысячи воинов. Пообрази себя. С автоматами. С пушками. По горам ищут его где? Я обращаю слово искать. Кто ищет? Тебя искали в этом? В Египте убить? Ну да. А теперь все это закрыто дело. Теперь иди и ты ищи паравона. Ищи израильский народ и выведи его из плена. Видите, как слово искать поворачивается в другую сторону. Тебя уже не ищут. И вот здесь, если мы начинаем смотреть внимательно, тебя искали три тысячи человек с ним. А наконец в одном месте, знаете, в пещере, страшники все уснули. Давид пробрался. Отрезал нам часть полы. А потом через ущелье закричал. Как достойной смерти. Как вы охраняете своего господина. Вот что я вас отрезал. Подолк. А ему все. Убей, убей. Он мертвый. Он тебя ищет. Помазанник Божий. Не прикасайся. Ну и история библейская вся. И вот здесь. Если тебе Бог открывает истину, как искать, ты ищи ее. Меня искали очень сильно. Я испытал. Почему помните места писания? Потому что они по мне прошлись. Когда ты будешь считать, ты скажешь. Вот это у меня в жизни такое было. Мне нужно вызывают выехать в Красноярский край. А я на работе. Под присмотром. Я выхожу на работу и сразу становится машина. Если кто от меня вышел, то это за поворот всех обыскивают. Я это знаю. Как мне уйти? И вдруг, который сторож со мной говорит. Мне так нужны дни, вот здесь съездить где-то. Ну, я говорю, я за тебя дежурю. А потом вы за меня. Согласен. Через три дня дежурство наше идет. Согласен. Так и получилось. Как только я за него отрабатывал. Он встал. Я ночью сразу раз на вокзал. И мне никто не знает где. Они на работу мои дежурства. А его нет. Где? А директор сразу на него. Да как ты тебя предупреждали, что меня не подменивать никогда. Я перед вами живой где-то. А я еду дорогой, меня никто не знает. А второй груз везу. Это у меня пленки насчитанные. Я нашел стройку строиться где-то. По доске спрятал. Ночью пришел. Тогда на вокзал взял. И они искали меня. Другой раз, когда потеряли нигде. И я в Москве в метро. В метро спускаюсь. И все слышу крик. Он здесь спускается вниз. Там держите. То есть сообщали туда. Дали справку, фотографии. И теперь в метро в Москве захватили. А у меня ничего нету. Я с головными руками. И при том это не один раз было. Итак, научиться нужно искать. И если ты будешь делать искать только божественно, тебя будут искать. Я показываю это. А что вы говорите тебе? Милость Божья, прославляй Бога. Я тут никакой роли не играю. Итак, мы просчитали уже три места. Которые говорят. Испирь 10.3. Редкая такая. Испирь 10.3. Ну да, 10.3. Равно, как и то, что Мордохей иудеянин был вторым по царе Ардоксерксе и великим иудеев и любимым у множества братьев своих. Ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Во благо это никому не встить. Ни перед кем не заискивать. Я живу в Барнауле, а в Красноярске, вы знаете, Игоря Добунова и его мама, там Валентина. И туда приехал отец Геннадий Паст. Вопросы задавайте. Она задает вопрос обо мне. Как? Что это за человек? И он, говорит, замолчал, крест погладил. И потом стал говорить. Это человек, перед которым нет авторитетов. Я через него пришел в православие. Был минонит. Я немец. И вот он не смотрит священник это или патриарх, или святой. Он сравнивает с Библией все. И поэтому полную оценку этому человеку даст дальнейшая жизнь, когда меня не будет на земле. Это она все написала. Вот и все. Заботился о народе своем. Да, меня уберут. Но я вам говорил правду. Сегодня, что буду говорить, я знаю каждый раз. Не нравится кому-то. Перетерпи. На несколько дней прими. Потом продолжи дальше. И ты увидишь, что из этого будет. Я всех прошу, вставайте рано. Не так, что скачил, глаза не продал. Ты работник такой, поздно лег. Ложись раньше. Давяй Богу. Бог вырастет все, сделает как надо. Но встаньте, чтобы молитва была. Присоединитесь к нам. Эта молитва утренняя полчаса. Тем более у вас есть компьютеры. К нам собираются люди. И вот этот раз были, там по 30 с лишним человек на дому только было. А так собираются там больше людей. Потому что интернет захватывает. Мы становимся на молитвы из Америки, из Англии, из других Австралий. Люди, которые, звонок их касается, дается звонок. А рядом, которые тоже уже некоторые были, молились. Был, видел. Худону. Говорит. Дядя тебя не научит. Почему? А Слово Божие. Итак, если мы будем искать возможности переблизиться к Богу, ищите Бога. Мы его найдем. А он заботился. Это есть такой фильм. Испирь. Советую посмотреть. Чисто библейское содержание. Как приговоренный к смерти народ израильский был спасен одной женщиной. Весь народ. И теперь они каждый год празднуют этот день. Евреи. По всему миру. 25-29. Первое царство. 24-3 сначала можно прочитать. Что нужно? Да. 24-3. Первое царство. 24-3. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа Господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы прощой. Проща. Это значит проща такая, как из рогатки вроде. А теперь узел. Деньги хранились они в каких-то там кошельках, а пустотелый пояс. И теперь, если завязаны, то не выпадет никак. Там за узел и здесь за узел. И так наша душа будет завязана у Господа в узел. Нам надо понять эти выражения еще. Такие. Она пожелала ему такого добра, чтобы тебе никто не прикоснется. А ты спрятан, тебя Господь хозяин твой хранит. И ты свободен. И дальше. 25-29. Первый царство. 25-29 было. Да. Прочитали вы только что. А, прочитали. А я думал, 24-3. Это до этого прочитали. А, да, там все виноват. Так. Псалом 4-3. Сыны мужей. Доколе слава моя будет поруганить. Доколе будете любить суету и искать лжи. Искать лжи. Доколе будете любить суету и искать лжи. Это Давид говорит. То, что я делаю. Господь смотрит на это. Проповел вам Евангелие, которые прошли, пришли через это. А искать лжи. Давид говорит. А тогда вы догнали. Доколе будете искать этой суеты и лжи. Он против говорит. Это уже твой друг. То есть там всякая нечесть собирается. А как на вас? Никак. Я молюсь за одного, который рядом, а они попадают под влияние этой молитвы. И что? Я стал молиться. Один говорит. А я не могу идти сейчас. Я говорю. А почему? Передо мной яма какая-то открыта. Куда я не пошагну? Говорю. Яма. Я боюсь про Молисию. Я говорю. А второй день начал только молиться. Это еще глубже яма будет. Ты же разберись. Кто с тобой разговаривает. Неблагодарная. Неверующая. Попылившая Духа Святого, быть может. Ты молей. Да разберись. Молиться я обязан. Задушиваю. У меня не просто опыт. Громаднейший опыт. Я делюсь им. Что бы ни было. А как вы молитесь, обрати их Господи. Не отпусти их из жизни без покаяния. Потому что столько аварий. Всего есть. Авария за аварией просто. Близкие люди, я знаю. Мы сколько ездили. Машину ударили. И железо рука торчит. И все. В другом месте там огромная фура. Писали священнику. Навстречное движение. Ударилось через стекло. Матушка сразу погибла. А он остался от тоски. Отец священника. Шестеро детей остались. То есть эта речь идет о тысячах погубленных. Только на дорогах. Не считая о том, что сегодня. Нынешний как эпидемия. Какая она лагеря. Пионерские, как раньше называли. Я стал считать. Мне сообщили. Даже не поверил. Десятками, десятками. По всей стране буквально отрава. Ну это какая-то акция идет. То есть это ответные действия какие-то. И при том звонит он. Мам, забери меня. Меня ночью рвало. Мать приехала, он уже мертвый лежит. Я не знаю. Считать даже болезненно. Как в обе меня Господь от лагеря отставил. Меня бы кверх ногами сегодня поставили. А заболели. Он еще не стоил у нас. Колодец который был. Когда у меня санэпидемстанция нападала. Мы взяли крышку с бортами. Чтобы даже из шприца еще не могло попасть в колодец. Люди на все идут. И поэтому милость Божия сохранила нас. И мы мирно расстались. Сколько уже там 4 года нас лагеря нет. Я стал проверять. Там от границы до границы. Во всех почти лагерях. Это неслыханная вещь. Конечно и президент знает. Срочные судебные там приставы. Все поднялись. Кто виноват? Чем кормили? Чем поели? Вот так и в школу. Чем напоят? Многие сегодня учат. Нанимают учителей. А если учителей таких? Это дорого стоит. Но ребенка спасешь. Я опять же обращаюсь к Катуре Геннадьеву. Когда немцев согнали в Казахстан. А когда сняли это уже после войны. Куда ехать? И он сам описывает. Один вопрос перед моими гортародителями стоял. Туда. Где есть дети, которых учат. Вот о чем надо. Ни сколько зарплаты будет. Ни льготы никакие. Только один. А вот все говорят по тем деньгам. 500 рублей. Ни квартиры, ничего нет. Они приехали. И вот все дети оказались верующие. И Вильгер верующий. И вот отец Генрих. Он обратился. Я советую советоваться с теми, которые перетерпели. Не я претерпел, а как он. А теперь тетка приезжает. Он знает чисто немецкий язык, все молитвы. И как обратился к Богу. У меня большие материалы я скину. Когда мы беседуем и все записываем на пленку. А это теперь книги. Как ему Бог открыл. Он принял православие. А кто это? Молодой ученый. Он где был? Кажется в Караганде. В это время. Физик, математик. Научные сотрудники его оставили где-то. А в душе все время было смущение. А рожденый я свыше. А принял меня Бог. И когда после первой беседы он говорил. Я понял. У нас от ума. А у православных от Духа Святого. Я говорю. Ну давайте ваш вопрос. Он говорит. Самый. У нас сильно объезженный такой. О десяти девах. И о крещении. Он вопрос отец задает. Я отвечаю. Он сначала отвечает. И как? Я говорю. Ложь. Одним словом. Я подумал. Вот это да. Все наши братья так учат. А как? Я сразу начинаю по частям разбирать. Я вдруг увидел. Это действительно ложь. Как мы толкуем. И вот это двинуло. И вот он. Какие книги у него написаны. Как он работает. Как он разряжает. По монастырям. В семинариях. В академиях выступает. Постарайтесь. Постарайтесь с ним связь держать. Я его знаю. Я его знаю. У нас сосед такой. Это унылись. То есть живет человек неотвечимый от того, что говорил о Христе. И он сразу признал. Это Христос живет в соседстве. Ищите лица его всегда. Ищите, где он отображен. И чтобы в нас отобразился образ Христов. Павел говорит. Подражайте мне. Павлу. Как я. Христу. Мы напрямую можем. Потом и дальше мы говорим. Не только ему подражать. А в ком увидите поступки Христовы. Вот держитесь с такими связь. А если человек неверующий. Вот у нас вот было здесь. На задание не зазовешься. А как только приедет кто-то неверующий. Там друзья. Он тут забегает. Все нельзя. Потому что сердцу не прикажешь. Ты наполни его благодатью Духа Святого. Чтобы накормить человека. Одно стоит. А духовно его возбуждить. Накормить душу. Это другое. Дальше. 77.34. Само. Само считаем. Когда он убивал их. Они искали его и обращались. И с раннего утра прибегали к Богу. И далее. И вспоминали, что Бог их прибежище. И Бог Всевышний избавит их. И дальше. И в стиле ему устами своими. И языком своими лгали пред ним. Это перед Богом. Когда Бог наказывал. Там сгорело. Там убрали. Ух, своровали. Ой, Господи. Да помоги. Они в стиле лгали. Такие смиренные. В храм приходили. Сейчас как только экзамены наступают. В университетах. Прям бегом бегут сюда. А если сегодня кого-то взяли. Мне пишут. Ну сын-то верующий был. Да какой верующий-то. Ну помолитесь. Немного погодя пишут. Убили. А зачем же он взял оружие? Убивающее оружие. Мечом. Будет убить мечом. 13-10 откровения. Я ничего не могу сказать. Только говорю только одно. Да будет воля Божья. Это серьезное испытание сегодня для гнилого народа. Из Экииля. 34-12. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, которые были рассеяны в день облачный и мрачный. Вот чем заниматься надо. Вот куда веник нужно проверить. А вот заметьте как. Да вот у нас воцерковленным. А что это за слово? Через какое прищу свечки подавать? Нет этих слов в Библии. Воцерковленный. Я спрашиваю священника. Ну он знает как. Правильно себя вести. Как? А у священника сегодня только одна игра. Причастие. Это всех предпричастников. По-другому не назовешь. Ну просто. Сын запился. Что делать? Ну пусть придет прищаститься. Может полегче. Но пьет два года ему нельзя в храм заходить. Ну маленько. Ты посмотрите кто вокруг нас. Так я что один сделаю? Да ты не один ты с Богом. Где Бог там большинство. И завтра сегодня он тебя слушать не хотел. А завтра он придет к священнику тебе. Повтори что ты раньше говорил. Я как-то был настроен против. Меня травили там свои. Я сейчас вижу что они делают. Я имею опыт этот. И вчерашние которые враги они сами приходят. Я выхожу из церкви. Они на колени падают. Целуют мне руки. А ноги. Простите. Простите. Меня благощенник говорил против вас. А теперь я узнал. Все бабки. Все это все. Ходите. Помогаете. Занятия тут ведете. Это ничего не значит. Как Бог рассмотрит это. Настоятель видимо узнал. Вызвал меня и говорит. Зачем вы тут от снег с крышки ведете? Ну вы же не солнце. Всех не обогреете. Это мне настоятель говорит. Чтобы я не ходил. Я говорю. Как же не ходить. Когда они одни бабки живут. Вот у нас здесь. Ну вот в Японии средний возраст. Средний. Восемьдесят. Кажется четыре года. Восемьдесят четыре. А у русских сегодня где-то шестьдесят восемь. Ну разница. Это большая. А почему? Ей благоприятные условия. А у нас благоприятно потеряете. Батюшки на следующий год будет восемьдесят. А мне восемьдесят пять. А у нас жены. У каждого старше нас. Сколько живем там? И гляжу двое идут сегодня. Друг друга поддерживать. Я думаю. Если в разные стороны. Они еще друг другу помогут. Наши жены. А если в одно. Кто-нибудь скажет. Куча хлама. Нет. Это наши молитвенесы. Они их так вот. Говорит проповедник. Смотрит. А они уже заснули. Он говорит. Тихо. Не тревожьте. В Алмата о священии говорил. Наши дорогие сестры. Всю ночь о нас молились. Что нам сказать народу. А потом голос возвышен. Как громкий. Что пришли. Нажрали жирного. Спать пришли. Они все спритернулись. Так вот. Нежирное. А ты подумаешь. Что у тебя здесь. И как душа к этому располагалась. Я беру разные факты жизни. Потому что. Оно рядом где-то около нас ходит. Из Икея. Три-четыре-двенадцать. Прочитали. Прочитали? Тогда возьмем притча. Традиция 3-35. Еще немножко. Я о поиске говорю. Овцы рассеянные. Пастыря нету. Ищи. Ищи. И найдешь. И скажешь. Бери меня. Мне не было больно. Толкали меня. Я не чувствовал. Когда проснусь. Опять буду искать того же. Это пьяница. Уже все. Проиграно. Что интересно. Если человек не пьет несколько дней. От него уже не пахнет. И вот ко мне приезжает один человек. Не чужой. А он приехал здесь. Чтобы он пьет. И здесь. Ему помогли. И ходит на. Там где лечат. Ну как они там лечат. Бывает там какая-то торпеда. Поставят ему. И стоит. С моей матери. С другим братом. На вокзале. И один подходит. Говорит. К нам не обращается. А сразу говорит. Ко мне подошел. Говорит. Пойдем. Нам на троих надо сообразить. И вот они это. Как он узнал. Кто я такой. А по глазам его не узнаешь. Приятный наружности человек. Одетый. Совершенно трезвый. И он прямо сразу. Сатана покажет. Кто ты. У тебя такие друзья будут. И он приехал. Все еще удивляется. Первый раз видит меня на вокзале. Стою не один. Ко мне обращаются. Пойдем. Почему? Есть учитель. Есть руководитель. Есть отец. Он говорит. Ваш отец дьявол. Если мы не это не исполняем. Так. Экклесиаста. 7.28. Немножко еще. Везде искали. Все пророки. Все искали. Все это. Чего еще искала душа моя. Я не нашел. Мужчину одного из тысяч я нашел. А женщину между семьями не нашел. Подумайте, сестры. Какая трагическая обстановка. Соломон разбирался в женщинах. Не придирался к ним. А теперь. Среди мужчин. Которые исполняют заповеди Божии. Я и два одного нашел. А среди женщин. Вторая тыща такая же будет. А где женщина спасения? Послушание. Молчание. Соломоны и стыдливости. Вот это четыре, которые мы говорим каждый день. Делаем поклоны. Даруй Господи. Вновь учись. Послушание мужу. Молчание. Соломудрие и стыдливости. Ни одного письма не отправляй, пока муж не поставит аминь. Никаких разговоров сделав у нас правила в деревне. Не делать с женами, если они замужние. Без разрешения мужу. Нарушайте сплошняков. Так что, сестры, время еще искать послушание. Они так, муж забели, а я тут как хочу и распоряжусь. Нет. Этого не будет. Щитак в новом завете. Колосину 3.1. Там пропустим это. Колосину 3.1. Так, куда записывайте, если мы даже раньше. Колосину 3.1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесной Богом. Вот, горнего. Горнего небесного. Если вы воскресли со Христом, но еще раз, все время какая-то вот забота. И тут мы находим друг друга и детали. Батюшка рассказывает там, одному, да, архиереи, магитаконы, говорит там, запиши в алтаре этого у вас, как там идут. Хоть бы он в другом месте был. Пришел, ну включил. А ты слышал, что там говорят? Да я не слышал, магитакон поставил. Пока люди там это молятся. Так, ты знаешь, где достать это для машины, там, карбюратор. Ну да, где? Так у нас тут ярмарка открывается. А ты туда. То есть они разговор ведут, а в другом месте спросили, ты тёлку-то продаёшь я? Да не знаю, она, говорит, там, будет телёных или нет. Ну я приду, посмотрю. Это время службы, такая разговор идёт. Архиерея вызвал на ковёр. Это ваш разговор? Ну что ж вы делаете-то? Ну, владыка, там в это время уже диахон возраст и делает. Мы как бы свободны. Не свободны. Вы поддерживаете его, чтобы огонь Духа Святого коснулся каждого сердца. Вот мы 7 минут пришли не для того, чтобы минуты терять. А помолиться о себе, поблагодарить за неделю и за батюшку, чтобы служба была огненной. Огонь Духа Святого проник в душу. Потому что если не знаем, что делается здесь, конечно, ущерб большой. Я думаю, почему не заменить слово «живот»? В животе мы ему зряем свет. Мне говорят, ну как я в животе рассмотрю свет? Во время постае или когда поста нету, в животе прославим. Сколько раз читаю. Живот – это жизнь. Ну одно слово-то можно заменить. В животе мы ему, ну все, насколько раз. Ну посмотри на его живот-то, говорит. Барабан целый. Не пробьешься. Так. И первый официальный киевцам 5.15. Что нам искать? Лица Божия. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом. Но всегда ищите добра и друг другу и всем. Ищите добра. Добра, если он принимает. А если он отталкивает, не надо, то другое. Но ты хотел это. И все остальное перечислим. Ищет спасение души. Ищите лица Господа. Теперь тебя будут искать враги. И убийцы тебя будут искать. И все встанет на свое место. Если кто нас ищет, значит мы себя показали, что мы не с этим народом вместе. Мы людям говорим о Боге. Вот что интересно. Я в лагере когда был, я не знал этот закон. Может быть это не закон, а не от себя. Предупредили всех в лагере, чтобы ко мне никто не приходил. Три тысячи человек, а святого. Представь себе. Я не слышал. Но если я к кому подхожу, разговаривать можно. Один приходит, говорит, бьют они и не бещеву. А от лопаты ручка, вот такой высоты палка. Он с ней ходит. Тебя предупреждали? Предупреждали. Одежды снимай. А на улице мороз такой уже, говорится, раздевший. Огромная решетка, как пледки на улице теперь сиди. Он пришел, полуживой, говорит, за то, что я к вам подошел, поговорил. Это, я думаю, через это меня Бог побуждает, чтобы я не сидел и не спал. Для того меня туда и послал. Да это там все против. Не против. Когда мы были на работе, в это время обзг было. У меня просворь, Библия тут. Пришел в пусто, ничего нет. А начальник подошел, Владимир Васильевич, Савак. Так, по миле его, капитан и говорит, не беспокойтесь. Я узнал, что будет обыск. Я все у вас взял и себе все их спрятал. Вначале, как? А Бог делает так. Конечно, освободившись, я нашел его адрес, спасал ему книги, Евангелие. Это милость Божия делает. Итак, будем искать горнего. И чтобы в вечности, в Царстве Небесном, мы все были довольны, радостны и благодарны Богу. Богу слава за все. Аминь.